коллеги приветствую вас на нашем канале у меня что-то сегодня хорошее настроение такое хоть сегодня и жара на улице так душновато но настроение нормальное сегодня будет видео по просьбе подписчика он в telegram не написал кстати если вы парни не подписаны еще на нашу группу в telegram ссылочка внизу под видео переходите подписывайтесь там уже идет нормальная движуха давайте добавляйтесь будем общаться значит он начинающий сварщик и у него проблема следующая вот профильки да вот угловой к примеру шов он начинает варить его вертикальчиком и варится отрывом да и когда электрод отрывает иногда у него дуга тухнет а иногда начинает по стенкам бегать и не тухнет электрод у него с этим проблема потом его проблемно зажечь в общем он то фотки в telegram выкладывал там веселые такие фоточки знаете он вопрос такой задал как вот ты варишь ну когда отрываешь электрод чтобы он у тебя тух каждый раз я даже не знал что ему ответить на этот вопрос потому что у меня это уже на автомате понимаете он он спрашивал угловой шов и горизонтальный я говорю я не знаю даже что тебе ответить потому что у меня это уже на автомате уже рука знаете настолько выработался этот рефлекс я даже никогда не задумывался какие движения там делаю когда отрываю электрод ну сейчас мы попробуем вам это все заснять значит саму сварку я снимать не буду потому что речь сегодня не о сварке а о том как правильно отрывать электрод да попробуем настроить сейчас камеру чтобы это вам было видно и сами все увидите в общем коллеги устраивайтесь поудобнее мы начинаем погнали в общем смотрите парни какой у нас будет процесс я буду варить угловой вертикал снизу вверх с отрывом да я поставлю вот так чтобы вам ну как бы камеру не засвечивала именно сварочная дуга но сами движения вы будете видеть я вам сейчас так покажу без сварки какие движения я буду делать обычно я делаю это так вот зажег и я отрываю вверх и одновременно отвожу от металла вот в эту сторону как бы на себя да зажег оторвал зажег оторвал тут главное эти движения делать резко понимаете не у так медленно отводить электрода надо резко вот зажег электрод поварил так резко раз оторвал поварил оторвал резко значит смотрите коллеги это профиль толщина стенки полтора миллиметра я буду варить троечкой рутиловым электродом ток я поставлю давайте 80 ампер да я ничего не ставлю не форсаж ничего потому что не у всех есть форсаж в общем варим видите а резко резким движением до отрывать надо резким движением резки не плавным а резки и тогда он тухнет моментально я надеюсь вам коллеги видно металл очень тоненький полтора миллиметра но мы его по-любому заварим я тут сильно не стараюсь парни красивые швы водить а главное показываю технику как правильно отрывать электрода все я надеюсь вам было видно да теперь парни давайте он еще просил горизонтальный шок я даже не знаю как я это варю но сейчас рука моя вспомнит как я это делаю здесь в принципе техника та же самая что и мы варим вертикал вот зажгли электрод на себя оторвали зажгли на себя оторвали главное это движение делать резко не у так медленно отводить электрод до резко раз 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 он тухнет моментом я отверну шок не засвечивать камеру да ну а будет видно мои движения варим парни ток тоже 80 ампер видите у меня рука резкое делает движение резко раз подвожу его медленно подвожу медленно но отрываю я его резко и вот тухнет моментально вот видите у меня ни разу не было такого чтобы он продолжал гореть когда его отрываю вот все готово так парни давайте шлачок обобью покажу вам что я тут наварил вот горизонтальный шовчик да коллеги вот это вертикальчик ну здесь конечно я могу заварить лучше ну как можете видеть я не боюсь показывать если у меня что-то не получилось вот не сплавление да я тут старался именно показать движение по хорошему здесь вот здесь в двух местах или даже с трех не правор но боялся прожечь тоненький металл ну самое главное технику вы поняли коллега который в телеграме мы сегодня общались я надеюсь ты понял что надо отрывать резким движением на себя резко и электрод тухнет моментально кстати это сейчас мы варили рутиловым электродом есть у вас электрод с основным покрытием то им надо варить без отрыва парни не путайте потому что если возьмете электрод с основным покрытием будете пытаться варить с отрыва вы просто измучаетесь просто насрете там всяких нехороших дел и будет это все некрасиво с отрывом варим электродом с рутиловым покрытием весь основное покрытие варим без отрыва парни так ну все все что я хотел сказать коллеги если вам было это интересно подписывайтесь на канал оставляйте комментарии и увидимся в следующем ролике всем пока